Здравствуйте! Меня зовут Марина. Я сегодня предлагаю вашему вниманию мастер-класс по декубажу батареи или радиатора. Мой экземпляр изначально в таком виде. Как видите, его нужно покрасить сначала, может быть даже в два раза. Лучше делать всего это белой краской, чтобы потом на батарее хорошо был виден орнамент, рисунок ваш. Я выбрала специальную краску для радиаторов. Эта краска на водной основе, поэтому будет легко убираться с кисти и с рук. Также она быстро сохнет и не имеет неприятного запаха. Даже если вам не нужно красить ваши батареи, то обязательно нужно их помыть, чтобы батареи хорошо высохли. В моем случае самое трудное и обременительное это вымыть батарею и покрасить. Потому что она находится очень близко к стенке и придется потрудиться. Итак, моя батарея выкрашена в белоснежный цвет. Покрыла краской я ее два раза. Теперь краска полностью высохла. И сейчас начнется самый увлекательный творческий процесс. Мы будем работать с салфеткой. И я расскажу, что вообще необходимо теперь для работы. Что нам необходимо для работы. Несколько штук салфеток, которые вы выбрали. Лучше всего покупать салфетки подороже. Потому что с дешевыми салфетками неудобно и хлопотно работать. Потом файл или небольшую клееночку. Клей ПВА. Кисточка. Поливизатор или стакан с чистой водой. Ватные диски или чистую тряпочку. Что можно сказать о салфетках. Очень важно снять нижние слоя у этой салфетки. Снимайте все до единого. Пока у вас не останется прозрачный верхний слой. Снимаются они легко. Когда вы отщепнете от уголка. Вот буквально у меня уже остался один слой салфеточки. Видите, легко снимается. Но аккуратно нужно, конечно, это все делать. И так нужно проделать с каждой салфеткой. Потому что, когда вы будете наносить уже непосредственно рисунок на батарею, если останется хотя бы один слой бумажной у салфетки, просто-напросто приклеится именно он, а не рисунок. А верхний слой просто отойдет и у вас ничего не получится. Поэтому нужно снять все все слои. Их будет три или четыре. Вот такая салфетка. Но использовать буду я не этот рисунок. Это я показала просто, как нужно снимать. Я убираю. Я вырезала заранее вот такие мотивы. Каждого цветка у меня получилось по четыре штуки. Четыре больших цветка. И четыре поменьше. Я еще не знаю, как я расположу это все. Поэтому все это еще будет в процессе. Теперь приступим непосредственно к работе с файлом. С помощью файла мы будем приклеивать сам мотив. Это очень легко и удобно. Сначала вам необходимо файл разрезать, чтобы осталась одна только сторона. Теперь вы обрезали файл. У вас осталась одна сторона. Берете вырезанный мотив. Обязательно прикладывайте лицевой стороной на файл. И теперь смачиваем водой. Хорошо. Либо из пульверизатора делаем это. Либо мочим пальцы в воде в стакане. И вот так сбрызгиваем. Очень хорошо нужно, чтобы промокла салфетка. На файле она будет скользить. Вы распрямляете все складочки. Можно делать это пальчиком. Можно кисточкой. Вы гоняете все пузырьки. Если вдруг они у вас образовались. Этого может и не случиться. Когда ваш мотив готов. Он хорошо пристает вообще к файлу. Вы можете либо стряхнуть вот так. Вот он держится хорошо. Просто замечательно. Или ватным диском убрать все лишние капельки. Первый мотив у нас готов. Теперь нужно взять клей ПВА. И смазать им то место на батарее. Где вы планируете приклеить этот мотив. Теперь смазываем клеем ПВА. Я смазываю обильно то место, где у меня будет мотив. И теперь прикладываем наш мотивчик к этому месту. Сейчас еще даже побольше изменирую. С помощью файла это сделать очень легко. Разглаживайте все-все морщиночки. Это может быть поменьше. Можно кусочек обрезать. Чтобы было удобнее. И потом все очень хорошо отстает. Если вдруг у вас что-то не получилось. Вы можете легко убрать. Убрать. И заново все приклеить. И теперь кисточкой аккуратненько все разглаживаем. ПОДПИССМЕНТЫ 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 Вот так замечательно у нас все получилось. И так делаете везде, где вы планируете. Я не буду снимать все. Я уже покажу потом конечный результат и объясню, что дальше делать. Но разглаживается все очень замечательно. Вот что у меня получилось. Я оставила еще один последний мотив, чтобы рассказать вам еще об одном способе, как можно наклеить. Сначала я мазала клеем, а потом клеила мотив. А сейчас покажу, что можно просто так же смочить в воде. И просто сначала выбрать место, наклеить. Обязательно не забывайте выгонять все пузырьки. И после того, как вы все выровняли и сняли, сейчас я покажу, уже потом можно будет проходить клеем. Все получается тоже ровно, аккуратно. Вы пальчиками разглаживаете, выгоняете все пузыречки. Вот, все получилось аккуратно. И теперь смазываете по поверхности клеем. Когда он высохнет, он не будет абсолютно мешать. Я клею на горячую батарею, поэтому у меня высыхает все очень быстро. Если батареи холодные, то нужно подождать, когда все это схватится, хорошо высохнет, и потом вскрыть все лаком. Хороший лак это корабельный или бесцветный акриловый. Они не оставляют желтого цвета после высыхания. Если вы купите другой какой-то лак, то после высыхания останется желтый оттенок, и мотивы потеряют свой красивый яркий вид. И батарея тоже станет желтой. Поэтому покупайте бесцветный акриловый лак или корабельный. Вот такая красота у меня получилась. Желаю вам тоже творческих успехов. Может быть у вас даже фантазии хватит на большее, чем моей. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих интересных роликов. Всего вам хорошего!